К последним новостям насчет Мансура Мавлаева. Как уже, наверное, многие видели, не то, что многие, все в данном случае видели, наш брат, мусульманин, в данном случае имеется в виду, то есть он нам... никаких родственных узлов у нас нет, был задержан в Киргизстане. Он был задержан в аэропорту Манас вроде, он называется этот аэропорт. При его попытке улететь из Киргизстана в Турцию. Он попытался из Киргизстана улететь теми путями, которые он знал. И вот там местные сотрудники спецслужб, там комитет, а, государственный комитет национальной безопасности, это как ПСБ в России, они его поймали, задержали, и сейчас он находится у них в руках, в их изоляторе временного содержания, то есть ИВС. Вообще история Мансура Маулаева, она, ну, большая, огромная, как и в целом заслуживает внимания, как минимум хотя бы из-за того, что Мансур Маулаев, это единственное, о котором мы знаем, человек, который сумел сбежать из кадыровской нелегальной, там, пыточной тюрьмы. Он содержался, незаконно удерживался, точнее, не содержался в Шалинском РОВД, в Шалинском, в Шалинской нелегалке, нелегальной тюрьме, и он, когда стало ясно, что ему хотят, что его хотят уже во второй раз посадить, и по огромному сроку, он решил убежать оттуда. И то, как он, он как убежал, он то ли взломал этот замок, то ли сломал его, я точно не помню. Ну, он скрыл замок. А, вот, он ночью скрыл замок этой нелегальной тюрьмы. Понятное дело, он там удерживался долго. Он где-то месяц там удерживали, пока фабриковали уголовное дело. Да, то есть он уже там понял, что да как происходит плюс-минус, про график, про расписание и так далее, все понял, уяснил, и, так сказать, вот это свободное окошко, в котором он смог это сделать, он скрыл замок, убежал из тюрьмы, перелезал через там колючую, ну, через забор с колючей проволокой, перепрыгивал на другой этот участок, земельный участок. Там был, там была стена, он перелез, то есть он, он, как вам объяснить, он находился в Шалинском, Равадаеве, в Аэссе. Там удерживают нелегально, ну, там удерживают и легально, если там он идет по делу, по уголовному делу, также удерживают нелегально, то есть, которые задержали незаконно и просто, просто держат там, пока фабрикуются дело, там могут пытать, там и так далее, что угодно с этим человеком делать. И это помещение, как он нам объяснял, это как будто бы, это помещение как будто бы одноэтажное, как сарай одноэтажное, и он, вскрыв замок, вышел оттуда, залез на крышу этого сарая, перепрыгнул на другой, чужой участок, где жили обычные люди, и оттуда же смог там уйти, избежать вообще из Чечни, он сразу же уехал из Чечни. А, да, он через крышу. Да, да. Но там была колючая эта проволока. Да, он там говорил, что поцарапался, там был без эти, одежда была расцарапана и так далее. То есть, он, представьте, это единственный чеченец, который смог сбежать, из секретной кадыровской пыточной тюрьмы. То есть, на моей памяти ни одного не знаю, это единственный случай в нашей работе, где человек смог сбежать из кадыровской тюрьмы. Реально сбежать. Он сбежал, это было в прошлом году. Потом он уехал в Россию, из России, у него документов не было, естественно. Нет, он выехал из Чечни, он не так в России же. Да, он и выехал из Чечни, он находился в России, в каком городе я сейчас не помню, но у него не было документов. А документов у него не было, потому что все документы были у этих российских сотрудников. Да, у сотрудников Шалинского РВД там находились. Они все, ну, паспорта, все документы были у них, так как они фабриковали на него уголовное дело. Вообще, все, что у него, все его имущество, которое у него только может быть все было у них там телефон документы и так далее и вот он сделав какие-то левые документы смог перебраться уже в конечном итоге он добрался до киргизстана и мы с ними с ним были на связи год как были на связи как-то пытались помочь когда он был там то тут и так далее хотели помочь ему перебраться в европу и сегодня он должен был вылететь вылететь из киргизстана в турцию а потом оттуда же подав на посольство мы уже там обговаривали с международными правозащитниками чтобы предоставить ему политубежище в европе и в аэропорту в бишкеке его как раз таки спецслужбы киргизстана задержали и сейчас он находится в ивсе и до вы их ивсе вот а так мы про мансура мавлаева еще публиковать 2021 году мы его не ни разу нет ни один раз ни один раз публиковали а все потому что просто человек критиковал власть он недолюбливает эту власть поэтому его сначала задержали посадили по субрикованному уголовному делу 228 по наркотически похитили ну да похитили субриковал уголовное дело по 228 посадили но он там отбыл срок по моему два года где-то говорил далее три года по удовам вышел на полном удову и когда он вышел у него по моему был еще этот как он должен был отмечаться где-то на учете стоял и опять из-за из-за того что вот эти монкурты сотрудники шаринского рвд захотели сделать результат опять его похитили опять его похитили уже 2022 году до опять похитили и снова и снова и и снова в общем фабриковали но они одни его пытались говорили чтобы он подписал документы и так далее но опять ради результата тот не согласился они его запытали закинули в этот нелегалку потом всего телефону отправили на насчет оказывается он нам потом рассказывал оказывается он на насчет отправили биткоины какие-то надо посмотреть то есть короче он эти сотрудник отправили и фабриковали на него тогда уголовное дело по финансированию экстремизма в общем и вот вот такое уголовное дело не мол фабриковали на него там еще несколько статей они хотели сделать на него и в этот момент он оттуда от них избежал год находился в бегах и сейчас он находится в опасности если его экстрадирую обратно в чечню то скорее все скорее всего скорее всего на 99 процентов уверен что его убьют там потому что кадыровцы вот такие действия чеченцев которые вообще единственный чеченск который сбежал с их от их рук то есть он находился в плену находился в тюрьме и он сбежал оттуда они просто так этого не оставят дополню там много это все они сфабриковали уголовное дело и вообще как это как вы знаете там по поводу финансового раздела и так далее у нас и так это находится в публичном доступе поэтому кто угодно кто желает помочь и так далее делал этой борьбе может помочь соответственно если материальным образом по но данным там кошелька patreon ну и так далее другие через другие площадки и они просто до закинули какую-то там сумму прям ну просто хоть какую-то малозначительную сумму я то же они сфабриковать того просто что было за что сфабриковать до закинули эту сумму с его телефона опять-таки все его документы телефон были у них руках и все ему сказали вот этого тебе за финансирование экстремизма почему экстремизма потому что на тот момент менюстом рф мы уже признаны адапт признан уже экстремистской организации поэтому вот вот финансирование экстремизма дополнительные мою еще по экстремистским статьям что-то и пиво не и сказали вот 10 лет то что ему дадут 10 лет и поэтому он в итоге такой не и я лучше сбегу мне это мне этого не надо и поэтому он решил сбежать и когда он сбежал тогда объявили его федеральный розыск кстати говоря федеральный розыск его объявили потом уже это дело перешло получается до от кадыровцев от местного такого уровня уже до фсб россии потому что его из потому что чтобы киргызстанские сотрудники спецслужб то есть этого гкнб были задействованы там нужно чтобы их коллеги из россии то есть фсб россии их как-то потревожили в этом вопросе в этом вопросе да и не помню не знаете не знаю точнее видели или нет такую новость но несколько месяцев назад например в киргызстане и так есть такая система как по лицу по камерам и так далее они находят человека из там задерживают по тот кто находится в розыске по лицу и эту свою систему свою киргизскую систему они вывели так сказать на такой на новый уровень и решили по такой же системе ловить не только местных своих граждан киргизии и из местного розыска с киргызстана а еще и ловить тех кто находится таком общем розыске вот этого а т.ц. а т.ц. снг а т.ц. это антитеррористический центр союза независимых государств есть есть такой центр туда входит армения белорусская за стран туркменистан узбекистан вроде тоже киргызстан и ну и россия поэтому если например в россии без вкратце то есть объясняю в россии объявлен федеральный розыск то они могут до интерпола например передвинуть это на следующий этап то есть объявить в розыск уже вот в этом а т.ц. то есть странах снг который входит этот а т.ц. и киргызстан они сделали так что они также будут искать по видео камерам по лицам тех людей которые находятся и в этом розыске в том числе помимо своего розыска вот то есть там он прям находился в тисках и пытался выбраться но к сожалению прям в последний момент до него дотянулись что российские что в данном случае их коллег руки их коллег из киргызстана и сейчас находится таком подвешенном состоянии но хвала всевышнему мы смогли добиться того что его уже не экстрадировали кстати говоря ведь по факту находясь в киргызстане его могли уже это он находится в руках гкмб сами понимаете то есть руках спецслужб они могли уже оперативно так тихоря передать фсб россии или он был уже был убит скорее всего но из-за всего этого резонанса которую мы подняли хвала всевышнему и также связались со своими знакомыми правозащитниками из различных международных организаций они смогли нас связать там с местными приводниками до местными правозащитниками из киргызстана и вот и это дело уже хвала опять таки аллаху перешло уже в такой из тихоря между собой чека киргызского российского уже между лицовой официальный уровень и поэтому вот спрашивать когда будет решение про экстрадиции завтра будет суд и завтра будет суд о вообще законности его содержание чтобы понимали то есть это уже такое будет дело там тянуться и надеемся по воле всевышнего уповая на аллаха что итоги его дни выдадут россии и он останется в живых для этого мы приложили все возможные усилия и дальше будем эту тему освещать говорить так далее но все возможные уже как-то все возможные методы уже использованы все кто может быть поднят на уши уже поднят по поводу кстати вот я увидел тогда надо заплатить за него заплатить данном случае не получается и да и мы знаем проект вариант что их киргызстане договориться по странах малой азии где есть коррупция да можно договориться выкупить человека и они до это работает мы про эти кейсы и так неоднократно слышали это политическое дело да да данном случае чтобы понимать человек находится в федеральном розыске фсб россии говорит гтмб киргызстана выдайте его нам и там уже они отмазаться никак не могут ну потому что там еще раз это политическое дело кадрировцы просто так мансура не оставит потому что это единственный чеченец который смог сбежать из их плена это большой удар по их имиджу репутации понимаете поэтому они просто так просто так его не отпустят и поэтому там договориться и так далее невозможно мы думали про это и так далее мы губы еще раз он год находится в бегах и в течение этого года когда он уехал оттуда он с нами связался мы с ним на связи обдумывали разные методы испробовали и так далее и в том голосовом как раз таки сам мансур сам мансур призывает и говорит действует как договаривались так далее только резонанс на жена поэтому тут только резонанс общественное внимание чтобы не дай всевышний с мансуром что-то случилось привлечь международных правозащитников организации чтобы не выдала киргизская власть в россию не экстридировала либо же дали ему политическое убежище либо же дали его уйти вообще и вот эвакуировать его из снг потому что это дело политическое никакого никакой каких-то преступлений мансур не совершал не не те преступления которые которые кадыросы менять ему этого нету никакого не террорист не какой-то не экстремист не наркоман абсолютно ничего такого нету вы я думаю видели фото где у него спортсмен спорт спорта по россии кстати говоря попоку по таком доме да и прикинь у него вот медали он видно что спортивный парень и так далее и его за прошлое фабрикованного дела по 2-2 уже по наркотической статье посадили уже понятное дело что это прям фабрикации это прям политическое дело очень до этого 228 удали а сейчас он стал типа террористом это как сначала сейчас сначала за зож он был резко наркоман и резко давай политические активисты до экстремист короче да полный фарс понимаете полный фарс эти эти дебилоиды даже фабриковать уголовное дело нормально не умеют конечно опять-таки да кстати он и в москве выступал и вообще целом по смешанным боем был в последнее время последний он там начал ходить но целом он сколько там 8 или 9 лет даже или даже больше помню на ну на так он доходил и он является мастером спорта по таком до поэтому как бы спортсмен и резко там да как ты сказал наркоман оля а потом резко экстремист террорист это за год за два-три течение трех лет изменения у человека которому и так уже за двадцать там пять четыре и так далее нет него на данный момент 27 27 лет это мы еще подняли бы если бы у кадыра бы себя так потому что он реально чокнутые но но не нормальный парень ненормальный нормальный человек себя так вести не будет сначала спортсмен потом резко наркоман потом резко экстремист потому что он будет резко что вы там еще предприняли там выдумывает будете дальше в целом по реакциям было видно как кадыровский этим манкурты так как есть вот эти мухи которые так прям руки себе почесали по обрадовались хотели что вот вот сейчас он к нам в руки попадет но не получилось но сегодня они реально хотели дочь вечерним вечерним рейсом они хотели получить мансура полосе уж него что так не получилось и шала его не экстрадируют и поэтому мы призываем там завтрашнего дня бессрочные какие-то акции устраивают пикеты устраивают обращают обращаться чтобы не экстрадировали мансура малаева беглеца из кадыровские пыточные секретной тюрьмы акции например если не можете выйти на пикет просто можете у себя там на телефоне на листочке где угодно просто написать там свободу мансуру например там свободу мансура малаева и так далее это тоже уже зачтено зачтется при возможности на пикет понятное дело пикет нигде согласовывать одиночные пикеты не нужно соглашение митинг какой-то если в вашей стране есть посольство киргизстан и идите туда если нет уйдите я не знаю в российское посольство и я там рекомендовали посольство киргизстана понятно потом вот это управление по правам человека оон у вкчп как он там назвался точно помню я потом уже но если ничего такого нет как например не ты ничего такого нет то там россии либо киргизам которые живут ну у себя в стране либо неравнодушным киргизстане тоже немало чеченцев и вы можете нас в своем городе на центральной площади выйти с пикетами попросить власти местную власть чтобы они не выдавали не экстрадировали мансура малаева если вы этого боитесь опять таки также различные всякого рода анонимные акции тоже можно я ну там ничего бояться ничего такого не говорят что запрещено не пикеты там не против власти набор попросить власть не экстрадировать этого человека который бежит бежит от пыток бежит от смерти от реальной смерти бежит там ничего такого нету там боятся там против власти выступать мы не говорим и так далее просто попросить киргизскую власть не экстрадировать мансура малаева на явную смертью в россию вот и все что-то еще там был ну собственно провод мансура также благодарим всех тех кто публиковал у себя на каналах также там сми мы видели публиковали уже даже местные киргизские сми казарской киргиза карласки еще да уже публиковали опять-таки большая вам благодаря большая вам благодарность по всевышним что получилось уже чтобы его не экстрадировали да он уже находится на таком правовом поле хотя бы уже немного защищен да также и наших этих активистов также там политических деятелей и так далее мы видели ну одного из самых если про тех которые у себя публиковали то это были там ислам белаки там родную различные сторонники заказа родного там много просто публиков было они тоже публиковали масса на резко как-никак это наш общий брат мусульманин ночью в бусалтагу но кадыров и не байкты чур ведет давуану и иди сун шун бош была эль сун сэй жезня сэ даяхара в единственные и хару монсуру вошу сон кадыровский кюйгер цель не байкты чур ведет давуану и правда другие ждут тебя истинные вставания конденции с публиковским вещи после чего а 여러 и в Турции, как и в полном случае, и я хочу держать все в полном случае, что в первую жизнь в жизни, что в Северном случае, как и в полном случае, но и в полном случае разногласия, это одно дело, но разногласия могут быть, бесспорно, по поводу политического устройства, методов и тогда, это конечно нормально, тут вопросов нет, но когда речь идет о спасении человека, мусульманине, чеченке, то тут не должно быть каких-то там обиды, разногласий и так далее. Например, на сами уже себя приведем пример. Там все понятно и так знают наше отношение с Закаевым и непосредственно самому Ибрагим самому лично к Закаеву подходил и говорил, все это тоже видели. Мы не согласны с политикой. Насчет несогласия с политикой и то, что делает Закаев. Но смотрите, когда речь идет о спасении нашего всех и для них, и для нас, и для всех нас, то есть чеченцев и мусульман, брата там или сестры, мы призываем к спасению этого человека, несмотря на то, кто этим занимается. Мы не будем говорить о них, вот какие они плохие, но вот все равно помогите. Вот, например, Али Батаев находится в Швейцарии. В Швейцарии и в первый раз, и во второй раз проводили митинг «Люди Закаева». Мы это знали прекрасно, понимали, и несмотря на это, публиковали, мы публиковали, мы призывали, вот будет митинг, и этот митинг проводится там. И еще раз спасибо им, которые делают. Мы всегда, если мы видим что-то неправильное, вот для нас, если это прям реально неправильное, мы это говорим, если видим что-то правильное, будем помогать, будем благодарить. Политические разногласия, которые говорят, они не могут быть в порядке, они не могут быть в порядке. И далее, продолжая, вот они проводили митинг в Швейцарии, и мы призывали к этому митингу в Швейцарии. Почему именно мы призывали к митингу, к закаевскому митингу в Швейцарии? Хотя был вот вайфонский митинг в Германии и в Швеции, но ведь Али Батаев находится в Швейцарии и его оттуда экстрадируют, верно? Верно. Тогда нам где более эффективно будет провести? Там же, перед ИОС, перед посольством. На этом же месте. Поэтому на месте того же вайфонда, который, а-ля, хотел помочь Али Батаеву, но на самом деле просто политические очки набирали, они могли, если они хотят помочь, они бы, отбросив свои эти, как их, обиды и так далее, могли бы призвать также, вот, пойти на митинг Закаева, в Швейцарии, где более эффективно это будет, которые организовывают, точнее, сторонники Закаева и так далее. Но они этого не сделали, потому что, ну, там, свои личные обиды и так далее. То же самое, Инцедон, и что же самое сейчас, сегодня? это я хотел, вот с этим я закончу. Собственно, вот, мы же, речь же идет не о том, вот, мы там покоряем сердца, не сердца и так далее. Тут нужно спасти сердце человека, нужно спасти человека. И если ты хочешь его спасти, ты прибегаешь к самым эффективным из возможных методов. В данном случае есть митинги, три митинга. Человека экстрадируют из Швейцарии и три митинга в Швейцарии, в Швеции и в Германии, где лучше всего? Конечно, в Швейцарии. И если бы человека экстрадирули, например, в Германии и в айфон вышел в Германии, призывая там в Германии, там, и Абдурахманов там призывает в Германии сделать митинг, мы бы то же самое сказали. Вот, идите на митинг, там экстрадируют человека, там организовывается Несмотря на то, что они... Несмотря на наше мнение насчет Абдурахмановых и их посильных, по-другому их... Аманов, глава Цадашбоя. Как это назвать человека, который... В айфон, который я их предупредил, объяснил насчет Халидова, они взяли мое голосовое, перевели с чеченского на русский, и указали, он говорит, что Кадыровцы убивали Кадыровцев. И вот, аманы, которые говорят... Аманы, что я с ним говорю, но садикул, что ты думаешь, что Адаман, бусал, нохч Адаман. Но охм, ты говоришь, охм, всегда делаешь, что там разница. Вот так. Халиды, и гамы. Если Адаман, я не буду говорить, что Адаман вообще как ты думаешь? Адам, а, не так, что Мансуран. Вообще, человек, действительно, икру. Когда он учитывал этот опыт, у него оскорбился. Ей заинтересованным, но он останется. Это нервничает. Если вы загружаете, Safety Data, ответите. Теперь вы охота и ссоритесь. Он это не смотрит. На этом месте. Это не смотрит. В этом году мы говорим, что в Турции он был в Турции, что Мансура не может быть. Мансура не может быть в Турции, в публике. Он не может быть в публике, и Мансура не может быть в Турции. Сделали Монсоры пациентам они смогли выбрать вам в древней древней мере. Они не общаются в древней мере и regardless, или нет. Они страшны. Нет, что они не так делали. Когда Монсоры пациентам очень любят имя наше дело, потому что они самые важные отцены и здесь все равно. Это не важно. Они не берут их. Просто не говоря. А вы? Что ты думаешь? Ты что думаешь? Что ты думаешь? Ты как думаешь? Да и плюс, когда ровно из ситуации, ясен Халидович, я не делал Ну, Кадыровский, Муртан, их богатство, их богатство, их личное, их сисы Они не просто говорят, что это не просто Но многие говорят, что в историческом языке Что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете Нет, это просто Да, это просто Но это просто Это просто Просто Это просто Мансурова Это очень важно В первую очередь Случай Река А на solo там в айфон просит родственников мансура с ними связаться потому что говорят что вы распространяете фейков и вам они не верят. Ну короче, те которые оманут не соблюдают, перевозят. В айфон просит родственников, которые в плену находятся. В плену, да. Которых сегодня задержали, в плену находятся, связались. Отличный метод. Свяжитесь. Вы в плену, свяжитесь с нами. Связаться делаешь. В айфон разобраться где. внутренние расследования. Партийные блогеры. Символическая сумма. Эти я за ней опубликовала. Есть ли? Зачем есть ли? Нахьются. Если вы говорите, что люди не хотят в себе, чтобы они хотят иметь, что они не хотят. Ислам был бы в Киеве. Если бы они не хотят, то бы они не хотят. На данный момент, когда вы оценивали, подавались в распространении людей. Хочется, все это на этом. Нет, да, это это, СубханаЛлах. Если вы оценивали, то вы оценивали, что вы оцениваете, что вы оцениваете на самом деле. Ислам, без Киеве, в оценках. Вы оцениваете на самом деле. Как вы говорите, иначе. Да, я говорю, что мы хотим. Да, Аллах говорит. Это речь бывает и все, что оно происходит. Абдуррахманов и Вайфунч Балхари и его предназначения. И все равно они выходят. Это его речь бывает. А все равно это это речь. Вот еще, сейчас, если у меня есть речь. Я не могу сказать что-то, ты не попросил. Вот так? Вот так, вот, сходу. Только он говорит. Это не певец, который ты делаешься, ты не певец. Нет, нет! Если ты говоришь, это не запевается и не запевается. Это такое еще разница или не запевается. Да, вот как этот говорит, вместо того, чтобы помогать парню, они опять сеют муту. Вот именно, вот именно. И потом они еще своему оппоненту Закаеву что-то хотят сказать. Я душу, да, да. В данном случае Закаеву, Закаев-то и его сторонники, они-то сказали про это, несмотря на то, что какая неприязнь у их сторонников есть к нам. Мы с ним и 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 с ним. Это паблик, что вы представляете. Да, это паблик. Да, это разные паблик. Да, это обычные цехолицы, а то, что можно сгар дышать, чтобы вы публиковали нации. А это ладно, но опять-таки турецкий канал, чтобы вы понимали, Мансур и с ними был на связи, и с ними он их знал, и знал их окружение, их друзей, он точнее считал этих людей своими друзьями, а они это не опубликовали. Почему? Не, может быть там некоторые не поймут, Холтсена, просто садберщеп, не ведут паблик, но те, которые ведут паблик, да, да, да. Те, которые ведут паблик, да, да, да. Те, которые паблик не ведут, они не имеют там силы, но, Холтсен, Украина, да аж башбол, кодыровцы же сагатли. Нет, ясен, холтсен, холтсен, не едут паблик, да, 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 да. А когда ты думаешь, что, когда ты думаешь, что это так, а вы просто право-защитный, международный право-защитный, %х ты, что, что это делаешь? мы не знаем, киргиз или даже, что это делается. И мы не знаем, что в течение года. Производства нет права защиты. Это Киргиз, который был создан в Кингсии every single year. В своей стране есть все, какие были в мире. Ни одна из этих женщин она не убьет. Ни одна из них не убьет. Товы, эта женщина не убьет. А что отличается от кадыровцев? Что отличается от кадыровцев? Что отличается от того, что нужно дождаться, пытаться и пытаться, чтобы не было. Идут тебя? И вообще, я думаю, что стыдно. Если что, мы, конечно же, не нуждаемся в репостах и так далее. Мы не нуждаемся в репостах и так далее. Те, которые делают эти репосты или от тебя пишут, они сами показывают свое лицо. Те, которые делают, показывают себя с хорошей стороны, со стороны тех людей, как переживающие за брата мусульманина-чеченца. А те, которые не делают это, ровно обратное показывают. Истинное лицо. У меня есть репосты. У меня есть ситуация. У меня есть эта собака Nevertheless. Кufenчайнул Ряду и Василия tegen Max Payals Нессит. Это Беларит вот эта бинешь pick Everybody says У меня былаhouses, издевленная решится, издевленная решительница, издевленная решительница, ты наступивeremos с текером, издевленная решительница. Абсолютно. Абсолютно. Боже. Да, да. Уэли нет. Шегари, азиеш, мукан. Ца язю. Ахудюй, да, вот. Болтать. Ахундо. Потому что просто Мансур, опять-таки, Мансур, находясь в критической экстренной ситуации, получил телефон. Первое, что он вспомнил, это его Ибрагима юзернейм из, как его, из Телеграма. И так, как его вспомнили, туда просто написал критическую и вот. Но этот язи нахожусь, так, как они были. Это они были северные и все. Но что язи нахожусь, неверные. Что язи нахожусь. Вот это они. Похожи я тебе говорю. Вот они. Кто тебя как-то решили сказать. Ну что, я знаю. Неверные. Язов söylен. Что ты хочешь сказать? И я говорила, это тв center. Что ты делаешь с европейской четыре дня? Это не его телефон, он был в опознаниях. нет тогда на допросе он был вот на допросе был там адвокат присутствовал следователь присутствовал ему дали возможность была же возможность там с родственником связать и так далее так как мы делали вели так как мы смотрели так далее с ним он не да он с нами на связи был он как раз таки в меня предупреждал буквально вчера у меня предупреждал что завтра у него будет вылет в турцию и поэтому он естественно сообщил мне что так то так то получилось действую как мы договаривались и если с этими там а-ля правозащитники вот эти посыльные партийные вот и с ними если понятно то те которые называют тебя братья мусульмане вот из турции там и франции тоже там некоторые есть они чего молчат таким эфира главное мы такие мусульмане аммаба там все дела но когда речь идет о том о спасении человека и этого человека они сами же и знают не как мы один нацию на что мы не знаем да по одному делу ха ха хугрел ду да ха 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 хху дил ду да ха 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 хху дил ду да да ха ха хху дил да там очень лакцин дил дар и за альхамдуллах зico будет патя мусульмана по-дал .. все так лакцин д gemма удаста мусульмана поезда да на 결ит лакцин, это есть по сути дому который был в татре ха ха хр.. в тут . то просто единственное слово. Молодцы, люди в этом смысле. Они бывают лично, которые они нравятся. Я не хотел только говорить о том, что она сделала его. Да и о том, что ты делаешь совершенно skeptical. Конечно. Да нет. Это не так. Нужно выполнять правду. Да нет. Обычно обычно люди и говорят, что там есть. Это и где вы? Хорошо. Чynthesis идет имя. Прямо. Но это не значит, что там есть. Ты можешь сделать дом. Да. Да. Да, нет. Нет, без этого не бывает. Нет, что ты отказываешь, у тебя будет. Это будет просто? Да, это просто, да. Это у нас нет? А то можно сказать, что в Турции есть уже совсем другие модели. В первую очередь ты сам делаешьża, если вы ему говорите. А después вашего этого дела, ты будешь insistить дальше. Это не просто, это очень трудно. Но все же такое. Просто все это очень мягкий. Что это значит? Ни на кислотеurf? Мы хотим это понять, что нам нужно делать это... Что это значит? Просто, в Мансурук, который говорит на Куй, который говорит на Куй и на Давидан, это значит... Нет, нет! Я не знаю... Мурта? Да. 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 Месяц неизвестно. Два месяца пропал и так далее. 23 часа 43 минуты. Да. 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 Неизвестен. Монсур. Просто вейтси муев. Вейтси муев. Вейтси муев. Вейтси муев. Абсолютно. Да. Здесь детали. Какие люди думают, у них есть политические отношения. Но это так, что это такое. Есть. На Свеции. На Свеции. На Свеции. Мы поговорим с теми, чем мы говорим. Верманск, Свеции. Мы нанесемы, а я не знаю. Считают 20 лет, 15 лет. Получается 40 currently. В Швеции antes, а ты не улетел. Если ты больше, если ты будешь, пока ты делаешь. В Гринландии выстрадали все же, из Сюген Drew. Счастливо, нет, это важно. Они очень большие. Швейцария на Юге, то есть граница с Германией, из-за его айфонда. В Берлине это мир, но их представители из-за их на Юге. Бывайский. В общем, из-за этого не во время войны, а что она? В Берлине, если войны? В целом, собираемся, что они не говорили. И я assure, что мы здесь есть еще один это Я не знаю в швеции, мы даже не хотим Да нет, ничего не хотим там Воздух и нет Насколько кто-то Они совместны Что это ты? Ты же это Ты говоришь, что ты говоришь? Модели, просто тоже Это не то, что Бог должен заявлять, а сейчас и Бог должен. В партии, сердца, людей, лям-стоп. Вот, вот. Когда мы посмотрим что-то из тех пор. Когда мы говорим что-то. Если мы говорим о том, что мы говорим что-то. И под конец еще раз выражаем огромную благодарность всем тем, которые отозвались, ну я про неравнодушных людей и так далее. Как и среди наших чеченцев, так и через киргизов, казахов и так далее. И также пусть будет довольно всевышним теми нашими братьями, которые запереживали о нашем общем брате-мусульманине, который не делал никому вреда, никого не пытал, никого не похищал, не вербовал, не убивал. Да, а только помогал нашим всем тем, опять-таки, и ислам белокиви, сторонники Закаева и другие, про которых я там, быть может, не заметил или не увидел и так далее. Всем им пускай Аллах воздаст благам. Амин. 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 Существует, как бы в последнее время, делать, да мы и в последнее время. Если вы покупаете авиабилу или решения, ага-мин, не решения. Так я ухожу в плакатах. Нет, китай, нет. Как это ты сказал? А это нормально. Да, ты отсюда. А теперь узнаешь именно о том, что мы скажем. Да. Не надо говорить. Не надо говорить. Как вам всё очень хорошо. Мы не знаем, что в Монсуру правило, с детьми. Мы не знаем, что это вопрос. Может быть, определённые вопросы, когда вы учёные вопросы, или что-то, или что-нибудь нет? В смысле, у меня нет никаких вопросов, но не ответы. Что-то непонятно, да? Мы не знаем, что это связано. Он делается официально, собственными. Ну, согласно. Их чубах канабу. Войк ома сагатя ждаться, уэля ждаться. Ишь наболтать, ашара и душу. Идс, идс маар. Цунды, алаарес, хульчудэллен, хауссана, баракалавекш, что зашли, посмотрели, распространите новость про Мансура Маулаева. Помогите нашему брату спасти его от экстрадиции в Россию, потому что если его туда экстрадируют, то явно смерть его ждет. Ничего более. Поэтому помогите, участвуйте. Мы написали там, что с завтрашнего дня, чтобы выходили на пикеты, выходили, связывались с властями, с Киргизией, к примеру, которые живут в Киргизстане. В общем, помогите нашему брату спасти жизнь. Баракалавекш, надеемся, иншалла, на следующей неделе снова будет прямой эфир. Мы будем следить за этой ситуацией, публиковать. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!